сегодня мы готовим стейки сегодняшнее видео посвящено всем тем кто любит мясо кто хочет научиться готовить его правильно кто любит сочный стейк где-то месяц-два тому назад мы готовили баранину кто его не видел рекомендую посмотреть там мы уже прикасались к теме прожарки мяса и всех нюансов связанных с правильным приготовлением вкусного и сочного мяса первым делом мы сейчас с вами пожарим розмарин и тимьян я грею фритюр 180 градусов пол литра около 700 миллилитров масла обратите внимание масло я налил очень мало кастрюля у меня высокая дело в том что когда вы опустите свежую зелень она сразу начнут взрываться и стрелять ее не мыть ни в коем случае не надо просто осмотрите если на коричках есть земля стряхните и уберите но если уже критично грязная тогда помойки высушите бумажным полотенцем берете сразу штук пять опять же не больше на корзинку и опускаем смотрите-ка я сам испугался когда сто раз это делал моя задача вас удивлять и нас и себя тоже в ресторане мы используем огромные корзины и много масла поэтому этот эффект не заметен но в домашних условиях конечно же это все очень опасно вот это вот зелень может храниться очень очень и очень долго она сохранит свой цвет свой вкус вы можете положить это все в баночку закрыть ее герметично и пользоваться этим в течение ну я не знаю месяца двух да 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 вы можете добавлять потом картошечку лапшичку жарится буквально секунд пять не дольше она как будто бы затихает какой-то момент да да жидкость испаряется да и все все готово вот этой зеленью вы будете украшать свои стейки вот это масло тоже вы можете потом использовать она будет с ароматом трав до охладите в бутылочку и вы можете использовать еще раз пожарить там картошечку не знаю мясо да все угодно ну а друзья посмотрите какая красотища она как пластиковая представьте себе как это будет смотреться на стейки но сейчас идеально смотрим да но можете вы используете не только для стейка вы можете использовать его для лапши допустим спагетти для картофеля даже для чего угодно это прекрасная специя которая вас выручит и удивит ваших гостей в любое время с любой едой отлично ставим сторонку продолжаем работать дальше теперь давайте поговорим о стейках есть такие нюансы которые необходимо каждому знать кто любит стейки первонаперво нужно выбирать правильное мясо вот я вам сейчас показываю картинку на которой видны премиальные отрубы вот именно из этих мест самые вкусные самые сочные стейки все остальное это уже скажем так бюджетные варианты обратите внимание это стейк называется сэрлон он продается практически в любом магазине что о нем нужно знать во первых выдержка стейка должна быть не менее 21 дня что это значит и свежего мяса допустим вы пришли на рынок и вам продавец мясо говорит вот отличный стейк покупайте вы у него должен спросить а сколько вы его выдерживали во сколько вызревал он скажет какой вызревал он свежий только вот часу прям бери ребята это будет очень жесткое мясо она не будет такое вкусное не такое сочное все стейки все скажем так большие куски мяса которые предназначены для стейка они проходят процесс вызревания сухое вызревание или влажное сухое вызревание она наиболее дорогое скажем так vip в магазинах редко купишь сухого вызревания стейк потому что во время скажем выдержки 21 дня там месяца двух месяцев даже такие есть до трех месяцев он получается очень концентрированный и очень дорогой как правило продаются вот такие вот варианты это вот скажем влажного вызревания они тоже хорошие они тоже вкусные если у вас будет возможность попробуйте купить себе стейк сухого вызревания но мы сегодня будем говорить о влажном нарезка если вы покупаете стейк у него должно быть толщина не менее двух сантиметров ни в коем случае не покупайте стейки тонкие потому что если вы любите средние прожарки или же сырые стейки вы нас тонким стейком ничего не сделаете но сделать конечно можно при опыте но в принципе чем толще стейк тем он будет сочнее сегодня мы с вами приготовим два стейка сирлоин и рибай рибай это конечно очень сочный и жирное мясо его нужно готовить в прожарку мидиум мидиум рэ сейк рибай ни в коем случае не делают сырым рэ потому что видите сколько в нем жира он просто тупо не успеет расплавиться поэтому его нужно конечно же прожарить но пережаривать в кору тоже ни в коем случае не нужно позже мы еще с вами поговорим о степени прожарки следующий момент что нужно знать о стейке ни в коем случае не готовьте его сразу из холодильника нужно достать стейк как минимум за час так чтобы он полежал при комнатной температуре если он у вас вакуумированы просто вот так вот оставьте его и пусть он лежит и нагревается хотя бы до комнатной температуры но плюс там 15-16 градусов тоже будет хорошо если вы его достанете из холодильника в холодильнике у вас какая температура плюс 5 градусов а вы хотите себе сделать стек например рэ рэ готовится до 50 градусов тепла а вы имеете стейк плюс 5 сколько же вам нужно его жарить чтобы внутри температура поднялась до 50 градусов в итоге вы пережарите стек он будет достаточно сухой когда вы прогреете свой стейк до комнатной температуры скажем 20-25 градусов то до 50 уже недалеко и поэтому вы его обжарите буквально пару минут и получите свой слабо прожаренный стейк теперь по поводу степени прожарки как его определять как определить сколько нужно жарить стоит во многих скажем так и схемах написано каждую сторону жарить в течение двух минут трех минут бла-бла-бла-бла на самом деле прожарка зависит от времени но не только от времени даже я знаю от чего зависит от чего я обыватель и не повар и я понимаю прекрасно что это зависит от огня температуры от толщины стейка от сковородки на котором вы жарите но в принципе ты назвала все конечно же это главные аспекты для правильной прожарки затем как же определить как вы можете определить что мясо уже готово как хорошо ребята у нас вот есть наши пальчики до ладонь это наша пальцовка я уже во многих своих видео рассказывал каким образом определить час я вам еще раз покажу итак у нас существует различные степени прожарки самая первая прожарка это blue или жиром сырой температура внутри куска когда он готов всего лишь 40 45 градусов это практически сырое мясо оно должно быть внутри теплое а вы скажете блин а как же добиться то чтобы мясом пожарить и она еще внутри было 40 градусов то есть 40 градусов это чуть теплее нашего тела то есть она практически сырое все делается таким образом этот кусок мясо нужно подогреть практически до до 38 градусов в ресторане мы делаем таким вот образом стоики blue кстати их заказывают крайне редко есть такие любители но те кто заказывает они понимают в чем здесь соль у нас большие грили сковородки духовки и тому подобное и температура возле скажем так плита поднимается до 50 60 градусов тепла и даже выше над всеми этими жарочными приборами у нас стоят такие полки металлические так вот берем мы стейк заказали его blue и можно на нагреть а как все в ресторане происходит приходит докиты заказы да люди сначала кушают стартеры то есть закуски и пошло уже время это как правило 30 минут пока он дойдет до главного блюда в данном случае стейк мы берем этот стейк на какой-нибудь подносик металлический и ставим его наверх на эту решетку в итоге он стоит у нас при температуре 50 60 градусов он прогревается где-то до 37 38 градусов он уже сам по себе теплый разогревается сковородка или же там допустим наши гриле просто сумасшедшей температуры и мы кладем этот стейк сразу на эту сковородку и буквально 60 секунд 30 секунд на одной стороне 30 секунд на другой получается что штейк его поверхность почти такая черная темно-коричневая то есть видно что он пожаренный а когда начинаешь вырезать внутри теплое сырое мясо то есть вот вот так вот такой вот синт для того чтобы получить правильно прожаренный blue принципе это все относится ко всем стыкам которые вы будете готовить блум и конечно делать не будем это уже за гранью добра и зла это для общего развития но если вы хотите научиться готовить стейки нужно же понимать как вообще откуда растут ноги да теперь значит вот это у нас с вами blue это сырой то есть мышца у нас мягкая теперь р вот так вот соединяете видите слегка напряглось это прожарка р температура внутри куска должна быть 50 градусов вот это у нас medium р температура внутри куска должно быть 55 градусов вот это medium все тверже и тверже мышца напрягается здесь у нас должно быть уже 60 градусов и вот это well done 70 градусов к сожалению не хватает пальцев здесь должен был быть быть еще один пальчик потому что он мы пропускаем еще одну прожарку это medium well то есть получается что он если у нас прожарка medium это 60 градусов то medium well это будет 65 градусов чуть-чуть плотнее и well done 70 градусов следующий момент если вы действительно хотите научиться чувствовать свой стейк вам нужен профессиональный термометр ну вот в алиэкспресс он стоит 4 евро это ерунда начало что произвести конечно конечно вы берете стейк вы кстати все не пожарим я вам покажу как это делается вставляете его в стейк выставляете свою температуру например вот 55 градусов я поставил это у нас с вами получается medium и и вы будете видеть по ходу пьесы вы жарите стейк пробуете его на пальцовку проверяйте вот вот medium вот так вот и добивайтесь этого так чтобы сочетание мышцы и температуры у вас как бы отложилась в памяти а потом уже в последствии конечно это уже будете закрытыми глазами делать еще один момент многие рекомендуют жарить стеки на очень хорошо разогретой сковородке нет когда у вас слишком сковородка разогретая ваш стейк быстро начнет поджариваться быстро начнет чернеть когда мясо пережаренная и черная она горчит поэтому вы температура должна быть выше средней но не максимальная еще важный момент никогда стейк сразу не резать дать ему подлежать буквально 5 7-10 минут отдохнуть перед подачей на теплой тарелке не на холодной сегодня я вам хочу предложить и показать две разновидности стейков это будет классический вариант классический вариант я сделаю из рыбай он жирненький полный вкуса поэтому в принципе придавливать его чем-либо кроме соли и перца не нужно открываем упаковку герметичную достаем тщательно его обсушивайте лишняя влага нам не нужна но не давите так чтобы он не деформировался потому что у него в центре вот кусочек жира если вы начнете его сильно давить то стоит просто разойдется разная сторона даст так вот как был сок промокнуть его хорошо сок братья все этого достаточно следующий момент как я говорил в среднем два два с половиной сантиметра нарезаем кусок вот так вот вот замечательный стейк что с ним делаем дальше как я сказал ничего я с ним делать не буду я его положу вот таким вот образом прикрою пергаментной бумагой для того чтобы он не окислялся и не обветривался и оставляю его на ближайшие полчаса он у меня в упаковке уже лежал где-то полчаса 40 минут соответственно уже достаточно теплый пусть лежит и ждет своего часа как только мы начнем жарить его сразу посолю поперчу и на гриль следующий стейк серлоэн он не такой жирный идеальный для тех кто не любит слишком жирное мясо вот я его сделаю во французском стиле сделаем французский маринад мы в ресторане делали скажем так options для наших посетителей и предлагали олд скул то есть соль перец и больше ничего и варианты с мариновкой мариновать мы его будем тоже в среднем 15-20 минут не дольше идеальное мясо вы посмотрите какая красота она даже сейчас аппетитная и и мягкая вы посмотреть красота как ни одной жилки все ничего другого ребята не надо покупать это только у нас получается с вами сыр лойн рыбай филет кибон и стрип лойн все больше ничего свежий тимьян ну конечно черный битый перец ни в случае не используйте для стейков обычный мелкий перец из пакетиков побейте его в ступке или же если ступки нету покупайте специальное устройство где цельный перец молится крупными кусками это вино модера вы можете использовать портвейн можете использовать хорошее красное вино добавляем буквально грамм 50 достаточно немножко оливкового масла зубец чеснока два зубца чеснока и татую как хотите мелко не нужно выдавливать ни в коем случае не надо потому что мы будем жарить вот именно с этими овощами да не сильно не сильно так чтобы он равномерно у нас пропитался получил порцию своих трав специй в емкость точно также закрываем пергаментной бумагой чтобы у нас не обветривался не окислялся наши стейки готовы сторонку теперь продолжим готовить другие ингредиенты сейчас мы сами сделаем чесночное масло с травами это будет последний нюанс когда стейк уже готов и уже практически перед самой подачи мы его положим на стейк и он разойдется будет дополнительный вкус короче вы все это увидите обычное сливочное масло она уже достаточно мягкая видите конечно конечно я его достал перед началом съемки это где-то час назад для чесночного масла я буду использовать чеснок из чеснокодавки потому что я его не буду жарить поэтому это допустимо один большой зубец чеснока наш жареный тимьян петрушечка свежая немного буквально столовая ложечка зеленый лучок тоже среднем столовая ложка все смешали кстати эту смесь очень любят итальянцы они делают чесночный хлеб вот так вот на хлебушек на багету намазали духовку запекли какая красота совершенно верно совершенно верно все закрывайте пленочку убирайте в сторонку